Американская торговая палата в Украине призывает парламенту честь предложения бизнеса при принятии законов. В частности, речь идет о законопроекте номер 2524, в котором содержится нарушение регламента Верховной Рады в противовес изменениям в законопроекте номер 1210, пишет Саакашвили в Телеграм-канале. Также эксперты отмечают, что предложенные в законопроекте правки не отражают ни интересы, ни предложения, с которыми выступал бизнес. Кроме того, закон номер 2524 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц предпринимателей, принятый 14 июля парламентом, будет способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата. Такое мнение высказал в Фейсбук глава исполкома Национального совета реформ Украины Саакашвили. Он отметил, что Нацсовет реформ по поручению президента Владимира Зеленского также разработал поправки, которые бы минимизировали ущерб и перекосы в первоначальном законопроекте номер 12.10 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Мы подготовили много поправок, которые упростили бы налоговую администрацию, облегчили жизнь налогоплательщикам, а также помогли смягчить экономический спад. К сожалению, параллельно были подготовлены поправки в другой части Офиса президента, которые вообще не отражают того, что готовили мы. Поэтому я должен констатировать, что те поправки, которые сегодня могут пройти в парламенте, его пост был опубликован до голосования в ВР, не будет отражать четко выраженное желание президента улучшить этот закон и не будут соответствовать интересам налогоплательщиков, убежден Саакашвили. По его мнению, принятый законопроект – это не воля президента, а чистая профанация и имитация каких-либо изменений, не меняя по сути ничего. Саакашвили привел свои аргументы. Большая часть обращений писем, которые приходят в офис по налоговой теме, носят просьбы отменить нормы законопроекта 12.10. В то время как все страны проводят стимулирование бизнес-среды, в том числе фискальными методами, мы, наверное, единственная страна, которая повышает налоги в кризис и закручивает гайки по всем фронтам. Металлурги. Завод Ильича, 13 тысяч рабочих мест, убытки – 3 миллиарда гривен за первый квартал. Падение производства по отрасли – 31%. Чистый убыток – 14 миллиардов. Сигареты. Кризис, повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева на 320%. Загоняют рынок в тень или на импорт. Когда президент объявил, что хочет внести поправки в законопроект 12.10, мы открыто обратились к бизнесу и попросили помочь. Нам прислали большое количество замечаний, которые мы аккумулировали и сформулировали в законопроект, который бы упростил администрирование и помог смягчить спад в экономике. Частично в другой части офиса президента, частично в парламенте был подготовлен пакет поправок, которые не отражают запросы бизнеса, фактически это профанация запроса президента. Эти правки, к тому же, подаются с нарушением регламента, нарушая прямую норму регламента Верховной Рады. 22 варианта внеплановых проверок бизнеса. 9 вариантов возможности ареста имущества бизнеса и 12.10 вводит еще новые, а также предлагает еще менять график плановых проверок. Как в таком налоговом терроре может развиваться бизнес? Выйти из тени. Деловая цель, вина плательщика, конструктивные дивиденды, увеличение полномочий налоговиков – это все будет только способствовать налоговому террору, а не построению нормального бизнес-климата. Увеличение штрафов в два раза, а по некоторым статьям – до 4 миллионов гривен. Напомним, ранее Саакашвили заявлял, что закон об усовершенствовании администрирования налогов требует срочных изменений. Налоговый закон номер 466.9, законопроект 12.10, значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов, поэтому изменения в него нужно вносить срочно, выступал с заявлением в конце мая этого года глава исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили. Этот закон нужно менять срочно. Налоговая получила право закручивать гайки. Презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговое, сказал Саакашвили. Точно знаю, что президент его не хотел подписывать, добавил он, однако отметил, что принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. По мнению главы комитета Нацсовета реформ, в ситуации коронакризиса нелогично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов. Как сообщалось, президент 21 мая подписал скандальный закон с поправками в налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранения технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.